Всем привет! Вы на канале Дива Бэкс и это канал о вязании крючком. И сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такой стильный аксессуар для волос. Резинку узелок или бантик, или как ее еще называют ушки. Такую резинку вы возможно видели в шитом варианте, но в вязаном лично я еще не встречала. Для вязания мне понадобится тонкий шнур. Этот шнур остался у меня после вязания сумки. Это полиэфирный шнур лайт толщиной 3 миллиметра. Производитель Шармель. Нужно совсем немного. Вот такого клубочка будет достаточно, то есть примерно 5-6 метров. Такую резинку также можно связать из рафии, джута или любой другой тонкой пряжи. Все ссылки на магазины с материалами и промокоды на скидку ищите в описании под видео. Вязать я буду крючком номер три. Также нужны будут ножницы, зажигалка для полиэфирного шнура. Резинку можно выбрать любую на ваш вкус, подходящего цвета или на контрасте с пряжей. Толщина значения не имеет. С материалами определились, теперь переходим к вязанию. Начинаем вязание с узелка. Располагаем нить на пальцах вот так, оставляем небольшой хвостик, заводим крючок, перекрещиваем, придерживаем пальцами это место, подхватываем рабочую нить и проводим через образовавшуюся петлю. Получился узелок. Мы его не считаем. Набираем еще 32 воздушные петли, подхватываем рабочую нить и протягиваем через петлю на крючке. Это первая воздушная петля. Точно также провязываем дальше. Теперь в третью косичку от крючка вставляем крючок под верхнюю дужку косички и заднюю перемычку. Вот так. Подхватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем две петли на крючке вместе. Это столбик без накида. Дальше провязываем полустолбик с накидом. Накид на крючок, в следующую косичку под верхнюю дужку и заднюю перемычку. Подхватываем рабочую нить, выводим петлю и провязываем все три петли на крючке вместе. Полустолбик с накидом. Дальше столбик с одним накидом. Накид на крючок, в следующее отверстие вставляем крючок, вытягиваем петлю, провязываем две петли вместе, затем накид, снова две петли вместе и, в последний раз, две петли вместе. столбик с двумя накидами. Дальше в обратном порядке столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, столбик без накида, столбик соединительный. Провязываем столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида и дальше соединительный столбик. Вставляем крючок в отверстие, подхватываем рабочую нить и петлю протягиваем через петлю на крючке. Вот получилась верхняя часть одного ушка. Теперь провяжем 13 соединительных столбиков, это будет середина. Точно так же вставляем крючок под верхнюю дужку косички и заднюю перемычку, вытягиваем петлю и провязываем через петлю на крючке. Вот что должно получиться. Теперь вяжем второе ушко, зеркально первому. Начинаем с одного соединительного столбика. Затем провязываем столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами, и в обратном порядке. Столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, и соединительный столбик. Вот так. У нас остался только узелок, с которого мы начинали вязание. Его мы распускаем, тянем за хвостик, затягиваем последнее отверстие, набираем одну воздушную петлю и разворачиваемся. Теперь будем вязать в обратном направлении за оставшиеся дужки косичек, цепочки из воздушных петель. Вот за эти дужки. При этом хвостик будем прокладывать внутри вязания. Кладем его сверху на вот эти дужки косичек. Зеркально провязываем соединительный столбик. Затем под следующую дужку косички столбик без накида. При этом хвостик уже прокладываем внутри. Дальше полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, подтягиваем хвостик внутри, столбик с двумя накидами. Здесь у меня туговато. и в обратном порядке. Столбик с одним накидом, затем полустолбик с накидом, хвостик все время подтягиваю. Столбик без накида. И заканчиваю это ушко соединительным столбиком. Вот так. Дальше провязываю зеркально 13 соединительных столбиков. При этом хвостик уже можно обрезать. Потом мы его оплавим с помощью зажигалки и подклеим к вязанию. Сейчас провязываем 13 соединительных столбиков вот за эти дужки косичек. Вот у нас соединительные столбики с одной стороны образовали косички, а вот оставшиеся дужки косичек, за которые мы будем провязывать 13 соединительных столбиков. Провязываем. Вот так получается. Теперь заканчиваем первое ушко. Провязываем соединительный столбик. Смотрим на нижнюю часть и повторяем зеркально. Столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами и в обратном порядке. Столбик с одним накидом, полустолбик с накидом, столбик без накида, соединительный столбик. Провязываем столбик без накида. полустолбик с накидом столбик с одним накидом столбик с двумя накидами столбик с одним накидом полустолбик с накидом столбик без накида и соединительный столбик в последнюю дужку косички провязываем одну воздушную петлю и теперь можно обрезать нить выводим хвостик и заканчиваем вязание под вот эту косичку с изнанки вставляем крючок подхватываем хвостик уводим его наизнанку и возвращаем его в последнюю косичку вот сюда ушко готово осталось спрятать хвостик проложить его внутри вязания вязание и Теперь обрезаю лишнее. И с помощью зажигалки оплавляю шнур. Пока он еще теплый, прижимаю аккуратно и таким образом фиксирую на вязании. С этим хвостиком поступаю точно так же. Вот так. Теперь берем резинку и завязываем обычный узел. Вот так. У меня получились вот такие модные резинки, которыми можно дополнить любой свой образ, связав их в тонг сумки. Да, и не забудьте про своих маленьких модниц, они будут в восторге. Если видео вам понравилось, буду рада видеть ваши пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Субтитры сделал DimaTorzok Приятного вязания и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok